Привет, меня зовут Алексей, я окончил юридический факультет МГУ, преподаю в лицее высшей школы экономики New Level School и профессионально готовлю к ЕГЭ и ОГЭ по обществу знаний и истории уже более 8 лет. В этом видео мы поговорим о политических партиях и движениях. В современном мире такие понятия, как выборы и демократия, прочно ассоциируются с политическими партиями и движениями. Политические партии в современном понимании этого слова появились достаточно поздно, лишь в XIX веке. До этого под партией понимали группу аристократов-единомышленников, которые объединились вокруг какой-либо фигуры или идей и боролись за власть в государстве или за влияние на монарха. Например, партии Гвельфов и Гебелинов во Флоренции, Тори и Виги в Великобритании. Первые партии современного типа появились в Соединенных Штатах Америки, где стихийно возникшие вокруг отцов-основателей американского государства объединения, стремясь получить поддержку избирателей, электората, обросли органами управления, бюрократическим аппаратом и низовыми организациями. Политическая партия от латинского «partis» означает «часть группа». Это организация, стремящаяся получить политическую власть или участвовать в процессе ее осуществления для формулирования, принятия и реализации государственных и общественно значимых решений с целью притворения в жизнь интересов определенных социальных групп. К основным признакам политической партии стоит отнести следующее – нацеленность на приобретение политической власти или влияние на государство и общество. Партии стремятся получить власть для того, чтобы определять курс развития государства и принимать решения, способствующие проведению этого курса. Для этого партии участвуют в выборах, ведут политическую агитацию и конкурируют между собой. Следующий признак – правовой статус. Сегодня политическая партия – это прежде всего юридическое лицо, то есть зарегистрированная органами государственной власти организация, созданная в целях участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли. Следующий признак – формальная организационная структура. Политическая партия имеет устав, в котором прописаны структура и порядок деятельности организации, а также лидера, избираемого в соответствии с четко прописанной процедурой. Бюрократический аппарат, выполняющий строго определенный функционал. В уставе закреплены членство и жесткая иерархия, а также другие элементы, присущие официально зарегистрированной организации. Кроме того, согласно российскому законодательству, политическая партия должна иметь региональные отделения, то есть структурные подразделения, не менее чем в половине субъектов России и включать в свой состав не менее 500 членов. Далее, следующий признак – политическая программа. То есть любая политическая партия имеет документ, содержащий в себе цели и задачи партии, а также меры, при помощи которых она планирует их достичь. Политическая идеология. Как правило, описываемая программой должное общественное устройство и последовательность действий, посредством которых оно должно быть достигнуто, укладывается в рамки определенного мировоззрения, то есть политической идеологии, которая разделяется большинством членов этой партии. Для того, чтобы получить в результате выборов власть, партии необходимо обрести поддержку как можно большего числа граждан, что в свою очередь требует размывания политической идеологии и включение в программу широкого спектра вопросов. В результате политическая партия представляет собой организацию, ориентированную на проведение в государстве масштабных изменений и долговременное существование в политической жизни общества. Альтернативой партиям, требующим многочисленных ресурсов и времени, являются общественные политические движения. Это объединения, не обремененные разросшимся бюрократическим аппаратом и формальным государственным контролем, ставящие своей целью не долговременное обладание властью, а одномоментное воздействие на государственные органы с целью решения конкретной узконаправленной проблемы. Если более формально подходить к определению этого понятия, то можно сказать, что общественное или политическое движение это не имеющее членство общественное формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности и интересов для реализации социальных, политических или иных общественно полезных целей. Среди основных признаков политического движения следует выделить нацеленность на решение узких общественно полезных вопросов, необязательность государственной регистрации, отсутствие фиксированного членства, жесткой организационной структуры, строгой иерархии и четкого распределения обязанностей между участниками движения, отсутствие долгосрочной программы действий и претензий на формирование курса государственного развития, отсутствие общего для сторонников движения мировоззрения, то есть политической идеологии. Таким образом, общественное политическое движение представляет собой сравнительно небольшое политическое объединение граждан, собравшихся вместе для решения четко сформулированной и узконаправленной проблемы. Отсутствие обязательной регистрации фиксированного членства, с одной стороны, способствует многочисленности общественных движений, с другой содействует их неустойчивости и кратковременности существования. В период популярности движения количество его активных сторонников существенно увеличивается, но в период спада приближается к нулю. В качестве примера общественного движения можно привести координационный совет внепарламентской российской оппозиции, просуществовавший с 2012 по 2013 годы. Общественные движения, как и политические партии, играют роль посредника между органами государственной власти и общества, однако ориентированы они на достижение различных по масштабу целей. Партию можно сравнить с фрегатом – большим и неповоротливым кораблем, предназначенным для длительных морских путешествий. А общественное движение с яхтой – небольшим и быстроходным судном, предназначенным для краткосрочных морских прогулок. Подобно тому, как в мореплавании для реализации различных задач используются разные типы кораблей, в политической жизни для достижения различных по своему масштабу целей применяются разные типы политических объединений и организаций. В политической жизни общества партии, являющиеся негосударственными организациями, занимают промежуточное положение между гражданами и государственными органами. Низовые ячейки политических партий и их структурные подразделения ведут постоянную работу с рядовыми гражданами, получая от них информацию о существующих в обществе проблемах. Они систематизируют их требования и запросы, которые передаются в органы государственной власти через руководящее звено партии, избранное посредством выборов в органы законодательной и исполнительной власти государства. В процессе своего существования партии выполняют целый ряд функций. Среди них можно назвать следующие – выдвижение кандидатов или списков кандидатов на выборах с целью получить доступ к государственной власти, то есть электоральная функция. Определение целей дальнейшего развития государства и общества, выражение мнений граждан, доведение этих мнений до сведений широкой общественности и органов государственной власти, формирование общественного мнения, политическая социализация, то есть политическое образование и воспитание граждан, подготовка кадров для государственных органов, снятие напряжения и снижение уровня конфликтности в обществе путем перевода политической борьбы из неправомерных форм политического участия в правомерные. Движемся дальше. Совокупность партий и их взаимоотношения называют партийной системой. В зависимости от числа партий, проходящих по результатам выборов в парламент, выделяют однопартийную, двухпартийную и многопартийную системы. Неконкурентная однопартийная система, как правило, присуща странам с недемократическим режимом, например, как на Кубе или в КНДР. В то время как конкурентные двух- и многопартийные системы чаще всего встречаются в государствах с демократическим режимом, как это имеет место, например, в США, Великобритании, Франции или Германии. Многообразие политических партий требуют их систематизации. Политические партии можно классифицировать по различным основаниям. Так, по отношению к действующей власти партии делятся на правящие и оппозиционные. Правящей считается партия или объединение – коалиция партий, представители которых занимают в парламенте более половины мест – абсолютное большинство. В свою очередь, партии, находящиеся в парламенте в меньшинстве, и партии, не допущенные до распределения мест в законодательном органе, называются оппозиционными. По отношению к закону партии делятся на легальные и нелегальные. Легальными партиями считаются организации, прошедшие все этапы регистрации и официально признанные государством. Нелегальные партии – это объединения, которые не получили государственного признания или регистрация которых была отозвана. По способу организации партии подразделяются на кадровые и массовые. Кадровая партия – это немногочисленное объединение, которое не имеет фиксированного членства и состоит из профессиональных политиков и партийных организаторов. Кадровая партия существует преимущественно на пожертвования, поступающие от заинтересованных в отстаивании определенных интересов дарителей и ориентируется на проведение точечных избирательных кампаний, предоставляющих благодетельные места в парламенте. Поэтому системной работы с избирателями она не ведет. Массовая партия, как следует из названия, стремится привлечь в свои ряды как можно большее количество членов. Массовая партия существует преимущественно на средства, получаемые от обязательных членских взносов, поэтому имеет фиксированное членство. Массовые партии ориентированы на длительное участие в политике, они ведут систематическую работу с разными группами электората, то есть избирателей, имеют молодежное отделение, проводят политическую социализацию и взращивают своих сторонников. По структуре внутрипартийных взаимоотношений политические объединения делятся на организации с сильной и со слабой структурой. В партиях с сильной структурой присутствует жесткая иерархия и строгая дисциплина, а деятельность функционеров и подразделений подробно регламентирована. Члены партии лишены права голосовать за законопроекты, которые не нашли одобрения у лидера партии или большинства ее членов. В партиях со слабой структурой иерархия функционеров и подразделений сведена к минимуму. Сферы их деятельности имеют широкий диапазон, а члены партии свободны в выражении своего мнения при голосовании. По способам деятельности партии делят на реформаторские и революционные. Реформаторские партии выступают за постоянные и нерадикальные изменения, существующие в государстве системы путем законодательного регулирования. А революционные партии за необходимость резкого и радикального переустройства общества. И, наконец, в соответствии с идеологической направленностью, партии подразделяют на левые, центристские и правые. К левым относят коммунистические и социалистические партии, к центристским – социал-демократические, а к правым – либеральные и консервативные партии. Ну а обо всем остальном в другой раз. Ставь лайк, подписывайся на канал, контакты для записи на индивидуальные и групповые занятия смотри по ссылкам внизу, пиши в комментариях, была ли информация полезной, какие темы по обществу ознанию тебе было бы интересно разобрать. И я обязательно сделаю это в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok